Привет, Катюша, привет. Здравствуйте. Как дела у нас там в школе? У нас же готовится онлайн-курс. Я вот там посмотрел немножко записи, которые в школе. Я слушаю, удивительные люди там собираются на школе участниками. Вот это твое впечатление как? Мне кажется, что у нас школа довольно развивается. Действительно, появляется очень много интересных людей. И каждый в разных областях. Даже открывают много, для людей открывают для себя очень много нового. Слушай, ну вот интересное дело. Мы же даем такие простые приемы. У нас как ликбез против стресса. Ну такими простыми действиями, что они так легко ложатся на природу человека. Потому что я их, собственно говоря, и наблюдаю за природными явлениями. Как раз таки и создал. Они такие природно-естественные, что некоторые люди так удивляются. Почему у них, например, стрессы снижаются, страхи снижаются. Почему уверенность растет. Почему они там... Там увидела девочка, которая никогда в жизни не рисовала. Ну, взрослая, она там первую картинку нарисовала. Я так был в связи, думаю, не зря работает. Потому что она никогда не рисовала. А у тебя какие впечатления? Вот там есть у нас такие творческие, активные участники школы. Там, которые свои сейчас пытаются сделать мастер-классы и написать свои афоризмы. Ну, это просто чудо. Я горжусь, что у нас такая школа. А у тебя какое ощущение возникает? Да у меня вообще, честно сказать, ощущение вообще прекрасное. Потому что смотришь, как растут люди. И как у них все получается. И как они начинают свисти, знаете, расцветать. Потому что... Слышишь, Катюша, что я тебе хочу сказать? Они и без нас были такими прекрасными. Да, просто... Они научились открывать себя. Да, да, открывать себя. И, наконец, мы начинаем показывать, что тот опыт, который человек накопил, например, в спортзале, например, в разминку, да, раньше он не додумывался перед экзаменом сделать. Что думал, что это для спорта. А на самом деле это для штангиста и для шахматиста. Но вот такие вещи, когда мы показываем, объясняем, они начинают сплавлять весь опыт жизненный, который накапливается то в спорте, то там в искусстве, то при выступлениях. Вдруг начинает трансформироваться в такой растущий личностный опыт человека. Когда все начинает соединяться. Потому что у нас же Минздрав, например, занимается здоровьем. Церковь занимается духовностью. Спортшкола занимается этим. А здесь ключ и школа «Хомофутур». Как раз для того, чтобы все это сплавилось в единое, целостное понимание, как устроен мир. И чтобы во всех областях, самых разных областях, они и те же механизмы. И когда мы их показываем с разными вариантами, эти приемы, они эти механизмы быстрее усваивают. Вот сейчас мне недавно вышел ко мне в школу, я очень этим горжусь, человек, который сказал, «А я вижу, что вы занимаетесь благородным делом. Поэтому я готов вам сделать бесплатный сайт самого современного уровня». Я его пока не называю, потому что я не спрашивал у него разрешения, можно его называть пока или нет. Но все будут так довольны, потому что мы уже подобрали «Хомофутурус» по латыни. Домен, домен, орг, он оказался теперь наш. Мы его купили, и у нас будет новый сайт, который самый современный, самый современный, который будет делать перекличку на те сайты, которые у нас есть. И мы там будем давать два направления. Одно направление – ключ для целостности человека, а второе направление – ключевую идею для целостности человечества. Это удивительно. И мы будем, что делать? Мы берем на себя ответственность сократить в мире кризисы и войны. На мировом уровне. Да, да, на мировом уровне. Повернуть внимание Запада и Востока в сторону страны, которая берет на себя ответственность это сделать. И президент этой страны получит Нобелевскую премию мира, если он это сделает. Потому что там есть несколько элементов, которые государство должно действительно сделать маленькие шаги, усилий для этого. И если оно берется это сделать, весь мир будет видеть. Да, страна это действительно хочет, чтобы мир стал не капиталистическим, не социалистическим, а человеческим. Вот такой сайт у нас будет. Там будет два ключа для целостности человека и ключевая идея для целостности человечества. Но я сейчас не буду все это раскрывать, потому что мы это все будем давать на нашей школе, которая обучает человека именно главному. Каким человек будет в будущем. Какие качества он развивает сегодня у себя, чтобы сегодня уже быть человеком будущего. Вот так. Я очень доволен, что у нас такой человек появился. Я ему так благодарен. Я рад, что есть у нас такие люди, которые готовы сотрудничать в этом направлении. Есть, есть. Если действительно есть гениальная идея, гениальный человек, который эту идею подал и распространяет, то почему бы не помочь, если это действительно работает? Ну да, но у нас обычно как? Вот это кто-то сделает. Это кто-то сделает. Почему у нас, например, люди такие вот? Это давно замечено, что даже есть какие-то важные вещи. Ну, кажется, ну кто-то это и сделает. Я что, один умный, что ли? Кто-то сделает. Никто не берет на себя ответственность. А мы берем на себя ответственность. Вот. Мы берем на себя ответственность. Школа Homo Futuros. И поэтому я поздравляю участников нашей школы, что у нас появился участник школы, который делает нам сайт. Причем он сам сказал, я сделаю для вас бесплатно, потому что я участник вашей школы, и сделаю сайт самый современный, который будет в бесплатном уровне на двух языках. Я, знаете, вот всегда думала о том, что самый лучший, наверное, помощник – это тот, который сам горит делом. Конечно, конечно, Катенька, ты очень права. Ты очень права. А еще я хочу сказать, что у нас в школе мы учим людей собирать жизнь целиком, а не по частям. Потому что обычно мы нас приучили вдаваться в какую-то определенную часть. Да, мы сейчас. Или художество. А мы людей учим собирать все воедино. То есть жизнь делать целостной. Правильно. Вот замечательно. Правильно. И вот это видение, как смотреть на жизнь, именно как целостную картину мира, мы пытаемся развивать простыми приемами, снимающие лишние стрессы, чтобы человек видел картину целостно. Что самое интересное, даже если человеку кажется, что это все так просто вроде бы, да? Это ему кажется, потому что за этим же стоит многолетний труд. И почему именно я это придумал? Знаешь почему? Потому что я-то не нахожусь не в секторе отдельной деятельности. Я же не просто художник, например, у которого вся биография с этим связана. Или я не просто врач, у которого вся биография с этим связана. Я не просто там педагог или психолог, у которого вся биография связана с этим. А я одновременно врач, художник, психолог, педагог, спортсмен, тренер, понимаешь? Потому что во мне это все объединяется, поэтому я эту идею придумал. Давай. Спасибо, Катя. Выставляю в школу, пусть я посмотрю, что у нас будет новый сайт. И мы с Катей вас поздравляем. Да, поздравляем. До свидания. До свидания.